Особое мнение на 101FM Начальникам подходить и просить увеличения заработной платы, да? Не знаю Шефы должны сегодня в хорошем настроении У меня почта так начинается Да, кстати, у вас тоже Как положено С праздником, можно сказать Ну, минимум два шефа сегодня встретились На планерке, я имею в виду губернатора Губернатор Александр Соколов Покритиковал главу Кировской администрации Вячеслава Симакова За то, как было организовано светофорное регулирование На пересечении улиц Саваровского и студенческого проезда 3 октября там открыли Наконец-таки студенческий проезд И буквально на следующий день Водители и автомобилисты начали массово жаловаться На то, что улица Воровского встала Достаточно оперативно, надо сказать Городские чиновники отреагировали Увеличили время работы зеленого сигнала По улице Воровского до 60, по-моему, секунд Вроде как стало получше Ну, вообще перерегулировка светофора Это большая проблема в городе Кирове Но это не единственное место, где массово жалуются Да, я сам занимался этим вопросом Когда запустили круговое движение После ремонта в Макаре На развязке там установили Дополнительные светофоры, которые были Несинхронизированы В цепочке трех светофоров И это создавало большие проблемы Пробки там же были по этому поводу Я поднимал вопрос на... На въезд со стороны Макаре, да, по-моему, жалуются постоянно? Это другой вопрос Это как раз в сторону Макаре Ну и обратно, это не имело значения Я поднял этот вопрос на Думе После всех моих раньше предыдущих действий Было поручение Дано нашим главой администрации службам Прошел месяц Все оказалось в нуле полном Пришлось мне в ручном режиме... Никаких попыток было исправить Да Пришлось мне заниматься лично этим вопросом Оказалось, что у нас сейчас В связи с тем, что Системой управления светофором Занимается Ростелеком То есть мы второй раз На грабли наступаем У нас уже было с Ростелекомом Освещение мы делали Энергосервисный контракт Да, вы его вспоминаете Его вспоминаю Вот тоже сейчас У нас Ростелеком занимается светофорами И поэтому местным лицам Которые могут провести регулирование светофоров Это не дозволено Пришлось в ручном режиме Писать запрос в Ростелеком Что очень не дозволено У нас в Кирове нет специалистов Вернее, это не в их компетенции Не в их обязанности не входит Пока Ростелеком не сдаст контракт На местах нельзя ничего делать Слушайте, открытие для меня Да, вот пришлось Мы у себя не можем для себя сделать светофор Готовить обращение к Ростелеком Ну, слава богу После этого в течение Где-то дней десяти Это было проведено Поэтому любая перерегулировка светофоров До сдачи объектов Нашей администрации Это будет большая проблема Потом это можно делать в автоматическом режиме В ручном режиме Суть-то там в чем заключалась Просто изменить количество секунд Нет, там надо было синхронизировать работу светофоров Тогда это давало возможность Трафику проходить Проезжать без препятствий И там есть еще кнопочные светофоры Которые вообще априори не нужны Особенно первый светофор после развязки Для пешеходов Для пешеходов, да Там полтора пешехода в час Все останавливалось сразу же Да и у церкви, которая в ручном режиме светофор Он мог же так же работать три минуты Как и основные светофоры И вот это было сделано И сейчас Из-за того, что были неправильно отрегулированы светофоры Ну они, в общем, пробки исчезли В этом месте То есть дело-то, в общем, не ахти какое сложное Просто головой нужно было отстроить И захотеть Ну вот сегодня на планерке губернатор заявил У нас таких мест, где необходимо регулировать светофоры Мы поднимали этот вопрос Я в том числе надумаю Их не одно такое место Это неправильно отрегулированный светофор Ну вот производственная щерца, например Да, или у Московского лукуэла Там длительность для четырех машин А там больше сорока секунд стоит Зачем? Непонятно На улице, вот зато на Ленина у Крыма Баруского, Баруского Ленина Нет, просто по Ленину Бабушка не успевает из-за ширины прохода Не успевает в эти 14 секунд уложить Слишком мало горит Там надо было перерегулировать Потом светофора труда Ленина Там длительность такая для четырех-пяти машин Что нет необходимости Очень большая длительность со стороны труда Открывается Высказывая претензии в адрес главы администрации То есть они все перечислены Транспортное дело об этом знает Все в курсе Конечно все в курсе Губернатор сегодня заявил о том Что для начала нужно на компьютерной модели обкатывать Это все Вы согласны с таким подходом? Не надо ставить эксперименты на людях Сначала обкатайте с помощью техники Поймите, сколько нужно выставлять В секунд работы в разных направлениях А потом уже внедрять Я хочу вам сказать, что тот светофор до кругового движения Когда был на субботиху и на улицу проезжую Я потратил, чтобы его перерегулировали со всеми экспериментами Которые я заставил делать УДПИ Ну шло, если не соврать, три месяца Целый сезон практически А потом пришлось тремя уже светофорами заниматься Потому что время движения на субботиху было выше Времени движения по улице проезжую Понятно, по каким причинам это было Мы их сейчас обсуждать не будем Юрий Леонидович, я не понимаю А для чиновников, для властей города Вот этого массового возмущения В том числе и в социальных сетях Недостаточно, что ли? Нет, видать, еще и депутаты даже У нас же целая система этого менеджмента работает Отслеживаются все эти сообщения в соцсетях Надо включать иногда же еще желание Почему именно депутат должен подключаться Иначе дело не довести до конца Это еще и не решение этого вопроса Не один раз поднимать этот вопрос И на депутатском части поднимался И на комиссиях специализированных И на самом заседании Думы вопрос поднимался Видать, протоколы не доходят до нашей администрации Придется этим вопросом продумать В регламенте прописать Протоколирование дополнительное для администрации Юрий Леонидович, а вам вообще не кажется Что слишком много светофоров у нас устанавливается В последнее время в городе У нас появилось много участковых дорог Когда ты буквально каждый квартал останавливаешься На красный свет Вы поймите, что это бизнес И мы от системы о том, чем много говорили Пришли, чтобы организовать круговое движение Это самая безопасная возможность Движения автомобилей Оно резко сокращается При условии, что водители помнят Как проезжать перекрестки с круговым движением И на 2024 год практически все выпало От того, что было раньше в планах А вот со светофорами, как вы видите У нас все в порядке Нам надо больше средств потратить Потом на эксплуатацию светофоров деньги тратить Весь мир живет на круговом движении А Киров, ну это же особая территория У нас же нельзя как сделать у людей Это сейчас ирония, да? Что-то вроде Серьезная обида За Киров Я опять же, да С точки зрения водителей Наверное, в первую очередь Оценку-то озвучил Слишком много светофоров Стало в последнее время Я уж не упоминаю про зеленую волну Пресловутую Которую не было и нет Вот ее сейчас Ростелеком к нам и готовит Зеленую волну А вот то, что Есть и общественники Выступают о том, что Много знаков 40 появилось Вот я как раз за Хотя даже могу привести Что в прошлом месяце в городе Амстердам Вообще сделали 30 километров И таких городов в Европе появляется много Почему? Потому что это безопаснее То есть удар при 30 километрах И при 60 плюс 20 Совсем разные вещи Мы сохраним определенный процент жизни Это того стоит Буквально на прошлой неделе Появлялась новость о том, что Российские власти Заботились количеством Ростом, вернее числа ДТП С участием пешеходов И у нас уже на государственном уровне Уже обсуждается внедрение знака 30 Максимальная скорость В первую очередь В районе пешеходных переходов Все всегда успеют Доехать И при таком потоке Водители более внимательно Себя ведут И возможность Реакция возрастает На любую неприятность Которая может возникнуть То есть отреагировать Проще на скорости 30 Чем 80 Как вы понимаете Я за Проблема светофоров И организации Их нормальной работы В областном центре Это не единственная Не одинственный нюанс К сожалению Вызывает у нас Вопросы в части дорожного движения Вот буквально Несколько дней назад На очередном заседании Где обсуждались идеи По подготовке к юбилею 650-летию Кирова Обсуждался вопрос Парковок Тоже Тоже боль Боль и ужас Для нашего города Седания комиссии Дум И опять-таки Губернатор опять В адрес сити-менеджера Симакова Мы надеемся Что вот сейчас Какая-то реакция будет Потому что На реакцию депутата В этом вопросе Администрация Вообще не реагировала Понятно что Мы Если мы не можем Создать Муниципальную службу Для решения этого вопроса Значит надо Дать наутсорсинг У нас достаточно Мы можем или не можем В конце концов Что мы не можем Муниципальную службу Которая будет заниматься Организацией Парковочного пространства Администрация говорит Скорее всего Не смогут ее создать Что это большие затраты И все остальное Отдать наутсорсинг Надо это дело Как сделано Практически везде Так Давайте напомним Ну в Москве Занимается муниципальная служба Муниципальная Ну это все В рамках Да Работы местной власти Да Городской Нам что нужно принять Какие-то законы Нужны на местном уровне Да нет Просто принять решение О том что Где у нас будут Кто будет заниматься И все Ну там говорилось В первую очередь Есть проблемы По Если по эвакуации Да Есть проблемы Надо некоторые Законодательные вопросы Решать Если это передавать На аутсорсинг На муниципальный уровень Да Это без Участия сотрудников Полиции ГИБДД Да Потому что у нас Ну их и так мало Их сократили А еще не до комплекта У них достаточно серьезный В этих службах Поэтому Решать надо вопрос Иначе он Не решится сам по себе Вообще Насколько я помню Активная фаза обсуждения Числа парковок У нас лет 10-15 уже Наверное Как Киров существует Так у нас и проблема Помните мы Октябрьский проспект Вот эту Разделительную полосу От Воровского До Комсомольской Да Планировали там Обустроить И даже По платным Даже парковкам Там были идеи Но тогда Все умные люди Призывали к тому Что Не надо существующее Уже пространство Там взимать плату Вы стройте лучше Новое Что-нибудь предусматривайте И вот там пожалуйста Пробуйте Конечно Парковки строить И делать их Многоэтажные Для того Чтобы могли Но это же средства Большие Ну я понимаю Хотя у нас освобождается Кто согласится за это Платить Освобождается Пространство Вот сейчас В зонах Сноса аварийных домов Земли в коммерческую Недвижимость В коммерцию Нельзя передавать Можно только Но я помню Мы с вами обсуждали Больше 20-ти По-моему Или 30-ти Это только в этом году А так-то и 327 Которые подлежат На этих пространствах Можно не только скверы делать Или общественности Можно и парковочные места делать Платные Бесплатные Ну вы сами понимаете Что бесплатные Никогда не бывает хорошим Скорее всего Пробовать каким-то образом Развивать надо Общественный транспорт Сокращать Движение Личного транспорта На общественных пространствах Ох сейчас Революционные идеи Ну почему они не революционные Они давно уже написаны Всеми придуманы Это не мной придумано Ну по поводу Потому что вот Разговариваешь с москвичами Вот многие Когда надо перемещаться Пользуются даже не такси Кершерингом А личный автомобиль Это автомобиль Выходного дня Становится Кершерингом Достаточно удобно Пользоваться Семьей куда-нибудь На экскурсию Ну да В магазин На экскурсию В загород Ну и безусловно Наверное нужно Наводить порядок С тем Чтобы у нас Соблюдали правила Остановки Стоянки Парковки У нас Контроль отсутствует Практически Его можно считать Что его нет Поэтому у нас паркуются Сами видите Где Как Кто пожелает Поэтому вот Выражения В три ряда От нашего губерната Они достаточно Правдивы Так и есть У нас паркуют На перекрестках Прямо Закрывая обзоры Ближе Пяти метров Пешеходным переходом К въездам Выездам Во дворы Закрывают обзоры Создают аварийную обстановку Ну раз уж Да Состояние дорог Все радуются Что тут много Всего хорошо сделано На самом деле Если мы посмотрим То БКД Это конечно Благое дело Это дало Такой прорыв Кирове Но Уже Дороги Которые прошли БКД Они считаются Как бы в нормативе Но многие из них Выходят Из строя Они в ненормативном Состоянии Это улица Проезжая Я про свой округ Буду говорить Ну я понимаю Прозоречную часть Города Есть улицы Которые выпали Из гарантийного ремонта Из-за бездействия Администрации Предыдущей Но и это Не сильно развернулось Могу привести пример После осмотра Который весной Ежегодно Проходит УТП Я определила Как холодный период У нас Улица Красный Химик Там улица Шестереки Октября И на Бауна У меня был разрыв Сильный Серьезный разрыв Межосевых шов И надо было провести ремонт Это я подумал вопрос Два года еще Когда они в гарантии были Там ссылались До субподрядчиков Это вообще смешно И неправильно Есть подрядчик Он отвечает за все И в результате Эти дороги вышли Из гарантийного срока И придется Гарантийный срок Четыре года Да Придется ремонтировать За счет городского бюджета В мае месяце Было подготовлено Распоряжение Сейчас у нас Какой месяц Сейчас уже ближе К ноябрю мы Да Я прошлой неделе Объехал все эти участки Ноль Вообще ничего не сделано Вообще ничего не сделано Вот обещают До конца А как так Юрий Львович Для подрядчиков Существует ответственность За невыполнение Гарантийных обязательств А для администрации Для чиновников Нет никакой ответственности Если с них не спрашивают Они же не побегут Тратить свои деньги Правда Не пинают Извините подрядчикам Ну вот Пример Мост старый В каком он состоянии Вы же представляете Руль выпрыгивает А он вышел Из гарантийного срока И никого Где не привлекли До холодов Вроде старый мост Обещали Немножко подлатать Обещали За счет чего? За счет Муниципального Бюджета Городской казны А когда был Гарантийный срок Никто пальцем не шевелил Ну это относится К предыдущей администрации По понятным причинам Почему это не делалось Так же и с улицей Проезжей Та же самая ситуация Вят Автодор Где попал Вят Автодор Мы всегда видим Отличный результат Почему такая ситуация? Не понимаю У чиновников Времени не хватает Отсутствие Линейного контроля На всех стадиях работы Вот мы сейчас контролируем Вот у нас В независимой лаборатории Вот сделали вырубки Я вам покажу Десятки мест Где сделаны вырубки В вырубке И они не заделаны По сей день Опять история повторяется Никто не беспокоится За тем чтобы эти дыры заделать Даже на тротуарах А по качеству работ? Ну смотря кто выполняет работы Надо сказать что ГДМС достаточно Сейчас качественно делает работу Конечно МА-16 накладывают Я думаю что он подольше будет стоять Это более Как говорят Более прочная Долговечная Я блокировал как бы новый вид асфальта На самом деле он уже давно существующий Вид асфальта Вовл покрытие Будем надеяться Ну у нас же не все работы в городе ГДМС сделают К сожалению Им поручают много других непрофильных работ Закрывают дыры какие-то То парк они строят То они еще чего-то делают Это срывает их финансово-экономические показатели Надо сказать И они менее рентабельны У меня про муниципальное предприятие Ну понимаю Ну если продолжать еще дорожную тематику Тут ваши коллеги по группе общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог Упрекнули еще и Кировской администрации В части ее обещаний Организовать выделенные полосы Для общественного транспорта Ну это было положение По которому обязаны Это требование федерального центра Для того чтобы попасть в программу Обновления парка общественного транспорта У нас должно быть какое-то количество выделенных быть В нашей студии я помню Звучали от представителей администрации Эти слова о том Что выделенка у нас должна первая появиться На Октябрьском проспекте От Карла Маркса до Северного кольца Совершенно верно Не ошибаюсь И вот тут общественники собрались Спросили а где, а что А представитель администрации сказал Что Извините мы передумали Мы решили что этот участок Совершенно не подходит для организации Выделенной полосы И сейчас рассматривается еще одно место Улица Попова От улицы Щерса По путепроводу В сторону чистых продуктов Ну как-то транспортному отделу не везло Там начальники менялись Как перчатки Может сейчас Ну пришедший Начальник транспортного отдела Что-нибудь и решит Мы опять Уповаем на нового человека Вдруг он что-то там изменит Так Ну видим что вот В УДПИ замена Они так не очень Удачно сработали В этом сезоне Ну слушайте Ну вот Притопь Там Перереконструкция Разделения От обязанностей Произошла И поэтому Вроде бы И ответственные люди Были Которые должны были Заниматься Ну видать Новый вид И объем работ Как-то не очень удачно Повлиял Ну вот Юрий Львович Если я объективно взглянусь На уличную дорожную сеть Областного центра Ну где у нас Выделенки-то делать Полноценные я имею ввиду Полноценные У нас нет такой ширины Ну хорошо 300 метров 500 метров Выделенки ты сделаешь Ну да Ну надо как-то галочку поставить Автобусу-троллейбусу Потом придется Вклиниваться в общий поток А это дополнительная напряженность Так ведь Это дополнительное проблемное место Узкое горло И так далее Без расширения дорог Наверное вряд ли мы Да Потому что Притребования федерального Пунктика существовала Вот и была необходимость Это сделать Также еще Стало известно Не так давно Что у нас в рамках Развития электрического транспорта Общественного в городе Планируется поставка Поддержанных троллейбусов Из Санкт-Петербурга Якобы на безвозмездной основе Вы в курсе этих подробностей? Я слышал Что там обсуждается В стенах администрации? Я не знаю Конкретно Что и обсуждается Мы знаем Что бесплатно Это не всегда хорошее Ну С одной стороны Вроде если как Дает тебе бери Но с другой стороны В какую копеечку Влетит Влетит Ремонт Существовали федеральные программы В которых мы не участвовали По обновлению Общественного транспорта По обновлению Новым транспортом Мы же не принимали участие Или принимали Совсем неудачно Потому что Результата этого нет Я не думаю Что те Будут переделанные троллейбусы Ну После ремонта Будут так же Хорошо работать Как они Раньше бегали Я не владею информацией Поэтому обсуждать А вообще На ваш взгляд Троллейбусный парк Стоит Поддерживать Развивать его В нашем городе Ну это же Экологический вид Юбилейная дата Тут у нас Да 80 лет Пользуется Спросом у населения Почему нет Экологический Хороший транспорт То есть На ваш взгляд Внимание этой теме Нужно все-таки Продолжать Уделять От пазиков же надо уходить Вот большую часть Уже вашего особого мнения Мы говорим все Про дорожную тему И еще Еще докину До рекламы Это высокие цены На бензин И дизельное топливо По-моему Впервые у нас В современной истории Кировской области Такое произошло Когда глава региона Губернатор Обратился В управление Федеральной антимонопольной службы И В прокуратуру С просьбой Проверить По каким ценам Продают С прошлой Соземь топлива Мы даже С большими усилиями Организовали письмо В адрес губернатора Депутатский запрос По регулировке цен На топливо Ну Ответ мы не получили И так все Его сначала Долго не хотели Отправлять Потом отправили Судьбы этого письма Никто больше Не видел И не знает Затерялось В коридорах Власти Так Ну вот На ваш взгляд Это Есть смысл Мы можем долго Это обсуждать Да Должны проработать Потом Был бы за этот период Не только построено Зарабатывают Деньги Поэтому немалые Цена Очень отличается Вот я сейчас проехал Через две республики Ну это 3-4-5 рублей Разница Ну соседние с нами Да Республики Мы до начала эфира Говорили Мариел И все это разговоры По логистику Машами понимаешь Досужие разговоры Ну Говоря о формировании Цен на Автомобильное горючее Специалисты подчеркивают Что там очень много факторов Да Биржевая Биржевая стоимость Это конъюнктура Другая И так далее Ну вот Не знаю Один из главных факторов Это жадность продавцов Жадность Конечно Бить нужно по рукам Притом сильно Ну вот В том что в квартале Был уже оштрафованный У нас Лукоил на 600 тысяч Представляешь что такое 600 тысяч для Лукоила Ну Я думаю что это Небольшой процент Час работы Ежедневные выручки Наверное да Час работы Час работы Ну наверное Примерно так Ну это не секрет Да мы уже говорили Об этом Договоренность у нас есть С руководством Республики Татарстан О том что Вот возвращаемся Где Вот они захотели И где И где По области Наверное найдутся места А в городе 30-32 да Если не ошибаюсь Заправки нам обещали По всей территории Кировской области Но надо же понимать Что построить заправку Найти место Построить Это все очень даже Ну это делается быстро кто хочет Вы же вот В Казани Вы видели как Место Шелла Встали В течение Буквально Полугода Ну примерно да В начале этого года 23-го анонсировали Что Шелл Станет Бойлом Прекрасный С сервисом С магазинами С мойками Стоят Я напомню Я напомню что мы Беседуем с Юрием Шелемензоном Депутатом Кировской Городской думы Вот так Незаметно у нас Большая часть программы Уже пролетела Впереди еще порядка 8-9 минут Но это все будет После небольшой Рекламной паузы Полторы минуты Она продлится И мы вернемся Особое мнение На 101FM 12 часов 31 минута Продолжается особое мнение Юрия Шелемензона Депутата Кировской Городской думы Впереди еще у нас Несколько минут Юрий Львович К вам жители Заречной части города В последние дни Обращались по поводу Отсутствия отопления Потому что у нас тут Как выяснилось Десятидневный график Включения подачи тепла Он не соблюден Стопроцентно Не было вопросов 64 дома По данным На конец прошлой недели И сегодня вот тоже Обсуждался вопрос На планерке губернатора Поставили новую дату 18 октября Ну погода благоприятствия Слава Богу Со 2 числа у нас Запуск отопления Нет, таких вопросов Не было Было другой вопрос Писали о том Что в домах Которые платят По нормативу А не по счетчику Это где счетчик Общедомового нет В сентябре месяце Получили платежки С начислением Когда отопление Вообще не включалось Ну так закон у нас Устроен Насколько я это понимаю Когда у нас Май Июнь Июль Август Мы не платим Ну вернее люди Которые Живут без общедомового счетчика А сентябрь Уже по закону Считается Месяцем Когда отопление Должно работать Ну оно же не работает Ну извините Бред конечно Но вот Должны по закону Все равно перерасчет Будут делать Ну да Но видимо придется На контроле Держать Эту ситуацию Да Немного слов Про очередные Антиалкогольные Меры Которые не состоялись Хотелось бы Услышать от вас Вот я не понимаю Почему у нас Депутаты Рекпарламента Регулярно возвращаются К этому вопросу Поиграться с временем Начала продажи Так называемые Оппозиционные партии Должны себя в чем-то Проявить Серьезно Сложно проявить себя Ну вот Они находят способ О себе напомнить Но ведь это задевает За живое Это же понятно Людям Как это так Не с 8 А с 10 Продавать Не знаю Или не задевает вас Да То есть на ваш взгляд Это сотрясание воздуха Что ли просто Да Ну так что Вспомнили про них Конечно Ну какое значение 8 10 Для меня абсолютно Не меняет это положение Ну с 8 Так с 8 Постановили Постановили еще играться Как будто это как-то повлияет Торговля с 10 На то Что У нас сразу Появится Ну меньше Пьющих людей Да Это же нереально Понимают Не тот способ Борьбы С алкоголизацией Там же еще инициаторы Этих поправок Они ссылались на то Что дети Видят В 8 утра Да Что Дети в 8 утра Люди выходят с продукции И это у них якобы вызывает Такое Понимание Что в 8 утра Уже можно употреблять Все фильмы запретить Где у нас Распивают продукцию Видите же Смотрите В интернете Перекрыть все каналы Везде замазать Везде Сезон В Кировской области Завершен Как-то по-новому Он прошел На ваш взгляд В этом году Проект Пешеходная Спаская Бывали ли вы там Понравилось ли Есть ли какие-то Замечания Положительные Свои программы Проект Пешеходная улица Мне нравится Именно На улице Спаской Я считаю Что это мертвый проект Потому что Он не будет иметь Развитие Никакого Почему Участок улицы От Свободы До Улицы Ленина Он никогда Не будет Реконструироваться Здесь Банка И все остальное То есть Там не появятся Никакие объекты Очень мало Зеленина То есть В летнее время Если где-то Да Там Катки поставили Ну Вопрос с зеленью Наверное Проще Проще решить Чем с капитальными Строениями Можно чем-то Украсть Нерешаемый В моем понимании Вопрос И вообще Это должно быть Круглогодично На самом-то деле И вот Принцип Перекрытия Перпендикулярных Улиц Вообще Непонятен Послушали ГИБДД Для чего Во всем мире Перпендикулярные Улицы Которые Пересекают Пешеходные Улицы Не закрываются Ну я помню Мы говорили И практика Показывает Что никаких проблем Ни возникает Мы Как обычно Перестраховались И Это большое Неудобство Для жителей И для Вообще Населения У нашего Муниципального Образования Хорошо А чем бы Зимой Можно было Наполнить Пешеходную Спаску На ваш взгляд Ну не знаю Блины Самовары А в 30 градусов В 25 Да Отлично Ну а почему Придут депутаты И скажут Вот тут еще Продавать Точнете Чего-то не то Которое С 8 утра Вдруг начнете Продавать Приплетут сюда Ейти Дорог Придут Конечно Ну Ну не комфортно Это Вы же сами Понимаете Проводить Настоящие ярмарки У нас Нечем Проводить Во многих Городах В смысле Нечем Конечно Хоть 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 Сувениркой Торгуй Хоть Сувениркой Это же Я имею ввиду Фермерские Продукты А Ну их Раз, два, три И четыре, пять И фермеры закончились Ну есть там Несколько сыроваров А где все остальное Где торгует Как весь мир На прогулочных улицах В выходные Где торгуют Ну Ну а Само наполнение Вот то что было Там на пешеходной Спаской Там отдельные Культурные какие-то Активности Музыкальные Были Отдельные Да Были они Интересные Сделаны Но Я думаю Что Это все же В таком Будем говорить В легком Принудительном Порядке Делалось Из районов Привозили людей Которые там Выступали Когда Еще Нет людей На улице Прогулочных А они уже поют И там Они уже Поют Ну там Во-первых Со звуком Проблема На самом деле Ко мне Обращались Это не мой Микрорайон Ну не район Где я депутат Но по звуку Жители Очень недовольны Имеется ввиду Громкость Да Мешает Жителям Очень мешает Представляете Когда Два дня Целый день Хорошо и громко Звучит Не вызывает Ну это Видимо Неизбежная Такая проблема Возникающая Там где Много Людей А как Как избежать Ну звук Можно на разном Уровне Делать Банально Убавить Можно Банально Убавить Где бы у нас Не организуй пешеходную улицу Везде наверное Улица Возникает Банально Убавить Это вполне Будет достаточно А не полностью Выкрутить Все ручки То есть Никто Звукооператор В этом вопросе Не работает Ну а если Представить Пешеходную Спасскую С точки зрения Такого объекта Притяжения Иногородних Туристов Как на ваш взгляд С удовольствием Пойдут У нас Приезжие Жители Других городов Которых В следующем году Ожидается Вроде как Немало Для этого у нас Есть набережная Которая С которой Тоже еще Можно поработать Достаточно Неплохо Ну кстати По поводу Приезжих По поводу Гостей города У нас власти Обеспокоились Еще и тем Чтобы создать Некий Информационный ресурс Некое Мобильное приложение Зайдя в которое Ты смог бы Увидеть И кафе И рестораны И гостиницы И транспорт И маршруты Конкретные Ну на два гиста Это конечно Все давно уже есть На самом деле Вот кстати Авторы Проекта Строим Киров Они уже Раскритиковали Эту идею И сказали Что все это уже есть Если сделают Отдельный Хуже не будет Конечно Ну нет Вот если там На личный Какой-то На личный уровень Перевести эту тему Я например Оказываясь В другом городе Я в первую очередь Открываю Карту Чтобы понять Куда мне идти Если бы Если бы тут еще Попутно высвечивались Объекты Где можно и перекусить Остановиться Отдыхать Это удобно Конечно Все-таки Современная техника Уже без нее Уже не обойтись Ну да Другой вопрос Сколько денег На это будет потрачено И насколько Работоспособна Будет эта система В общем посмотрим Ну да По живем Ну она в создании Не особо сложна Конечно И делать Надо чтобы Это было достаточно Удобности Рабочая схема Да безусловно Не так как Сайт администрации Города Кирова Хорошо Про сайт администрации Видимо уже в следующий раз Да Поговорим про его наполнение И работоспособность На этом завершаем Нашу беседу Юрий Шлемензон Депутат Кировской Городской думы Удачного рабочего дня И хорошей недели Наступившей Всем добра До свидания И всем здоровья еще Особое мнение На 101FM